Долгожданный праздник фестиваль цветов открылся в Тамбове. С 9 часов утра и до 6 часов вечера жители смогут приобрести все, что душе угодно. О новинках этого фестиваля расскажет Олеся Кречетова. Парк культуры и отдыха на три дня окунется в буйство красок. 12-й городской фестиваль цветов открыт. В этом году здесь будут продавать не только цветы, саженцы и декор, но и овощную рассаду. Давайте посмотрим. Овощную рассаду тамбовчане спрашивают раннюю, чтобы получить побыстрее урожай. Популярностью пользуется сорт помидоров «Новичок» и «Санька». Покушать люди просят сладкое, чтобы большое было. У нас есть черный принц, бычье сердце, красное, золотое. Но я предпочитаю черный принц. Он вообще очень сладкий, вкусный. А ценовая политика какая у вас? 80 рублей десяток. 8 рублей штучка. В этом году участниками 12-го городского фестиваля цветов стали более 150 цветоводов-любителей учреждений торговли не только из Тамбовской области, но и других регионов России. Марина Мартышева из Ростова в фестивале цветов участвует в четвертый раз. Из года в год старается привезти новинки, чтобы порадовать гостей праздника. Сегодня у Марина в продаже розы – чайно-гибридные, плетистые, парковые и саженцы смородины. Все сорта неприхотливые и адаптированы к нашему климату. Кстати, не успел фестиваль открыться, а смородина Марина разошлась, как горячие пирожки. Смородина вообще выбираем сорта, которые безболезненные вообще, которые не требуют особого ухода. Чтобы не болели мучнистые, чтобы не нападала стеклянница. То есть оставляем те сорта, которые не болеют. Самый вкусный – это багира, черная багира. Но она крупная, сладкая, ранний сорт черной смородины. То есть сейчас ее уже нету, продала, а так вообще бывает. То есть уже фестиваль только открылся? Ну, конечно, с пяти утра, да, люди ходят. Пройти мимо такого благоухания и разноцветия невозможно. Здесь есть практически все. Фиалки, кактусы, бархотки, петунии. Многие продавцы начинали заниматься как любители. Теперь профессионалы и могут о своих растениях рассказать все. Петунии махровые есть, каскадные, кустовые, ампельные. Как ее нужно выращивать? Она не особо прихотлива, потому что по всему городу? Ну, когда уже взрослая, когда вот сейчас в цветущем состоянии, сажается в грунт и, в принципе, требует только полива. Ну, если в кашпо сажать, то там подкормки необходимы. Выставка продажи собрала сотни тамбовчан уже в первый день работы. Получить эстетическое удовольствие и приобрести все необходимое для сада и огорода можно будет и в предстоящие выходные. Олеся Кречетова, Илья Демин, Олег Щербаков, Область новостей.